Добрый день, уважаемые господа! Разрешите высказать слова благодарности за то, что вы согласились прийти, пришли на данное мероприятие и согласились выслушать меня, мое сообщение о той работе, которую я делал на протяжении последних полутора лет вместе с Центром стратегических исследований при президенте Азербайджанской Республики. Основной смысл моей книги заключается в том, что я попытался, в отличие от многочисленных эмоционально окрашенных исторических исследований, сделать несколько принципиально иное историко-криминалистическое исследование и рассмотреть транснациональный армянский терроризм не с точки зрения совокупности преступлений, которые были совершены, а рассмотреть его с точки зрения анализа как специфического криминального явления и положить в основу своего исследования не исторический, а именно юридический подход. Для тех, кто не знает, я хочу сказать, что я не только являюсь профессиональным историком, но и в России достаточно известен как специалист в области процессуального права и также как человек, который многие годы занимался правоохранительной деятельностью. И именно поэтому сочетание юридического и исторического подхода явилось основой специфики методологии научного исследования, которое было положено в отбор материала сначала, а затем в написание данной работы. И в первую очередь я хочу сказать о том, что избрание или выбор жанра историко-криминологического исследования заставил меня несколько по-другому посмотреть на анализ содержания тех криминальных деяний, которые совершали на протяжении всего 20-го столетия армянские националистические экстремисты. Все дело в том, что очень многие преступления, которые в Азербайджане, в Турции традиционно считаются преступлениями террористической направленности, по крайней мере в России, с точки зрения российского законодательства, таковыми не являются. И они должны квалифицироваться не по статье, допустим, терроризм, захват заложников, участие в незаконном вооруженном формировании и ряде других, по ряду других статей Уголовного кодекса, которые относятся к преступлениям террористической направленности, а к преступлениям общекриминальной направленности. Например, убийство на почве кровной мести, на почве религиозной неприязни или национальной неприязни. Точно так же, как необходимо, на мой взгляд, проводить четкое разграничение или четкую дефиницию составов преступлений, как террористический акт и, допустим, преступления в форме диверсии. Ни для кого не секрет, что террористический акт направлен на воздействие на органы власти, на общество, тогда как диверсия, которая по своему составу, по своему внешнему выражению, однотипна с террористическим актом, но она направлена на подрыв экономической мощи страны или ее оборонно-технического потенциала. И данный вопрос, данный подход позволил мне выделить группу преступлений именно криминалистической направленности или из тех преступлений, которые традиционно историками или журналистами масс-медиа относятся к преступлениям армянского терроризма, выделить те, которые с точки зрения юридической науки таковыми не являются. Почему это было сделано? Это было сделано для того, чтобы понять, насколько дутой или насколько распиаренный, насколько ангажированный, насколько разрекламированный является тема армянского терроризма, прежде всего в тех же самых армянских источниках. Яркий пример. Операция Немезис 21-22 года, которая происходила по физическому уничтожению высокопоставленных руководителей Османской империи и Азербайджанской демократической республики, боевиками армянской террористической партии Дашнак Цутюн. С точки зрения, например, российского законодательства, хотя эти все преступления объявлялись как преступления армянского терроризма, с точки зрения российского законодательства таковыми преступлениями не являются. Потому что они совершались в отношении не действующих, а бывших государственных деятелей Османской империи и Азербайджана, причем на территории третьих стран, и против правительств и государств этих стран они последствия не принесли. Исходя из этого, я полагаю, что данное преступление, данную совокупность убийств нужно все-таки квалифицировать как убийство из кровной мести, что лишний раз акцентирует внимание на мотивах, не только на мотивах, но и на некой ментальности армянских экстремистов, которые совершали в угоду своих политических идеалов преступления террористической направленности. После этого возникает вопрос, а зачем необходимо было армянским экстремистским кругам так широко популяризировать понятие армянского терроризма? И пока я занимался изучением этого вопроса, все-таки мне пришлось изучить по этой тематике более 50 специализированных изданий, именно изданий, которые были посвящены теме армянского терроризма, и эти издания вышли в разных странах мира, не только на английском преимущественно, но на турецком, немецком, французском языках. И я понял, что в основе армянского терроризма не лежит политика, не лежит идеология. Армянский терроризм является коммерческим продуктом, и в его основе лежит стремление к захвату ресурсов, к захвату территорий, к получению материального благосостояния. Собственно говоря, эта теория не нова, и в свое время ее основоположником считается Томас Ричард Мальтус, первый политэконом колониальных войн, которые вела Британская империя. Именно он говорил о том, что необходимо, он ввел понятие так называемого закона народа-населения, согласно которому численность народов увеличивается в геометрической прогрессии, а рост материального благосостояния идет в арифметической прогрессии, и поэтому уменьшение численности населения автоматически ведет к повышению среднедушевого дохода. Собственно, эта империалистическая теория была и положена армянскими националистами в основу своей террористической борьбы. Для чего? Для того, чтобы получить статус большинства и согнать тюркское или мусульманское население с места их постоянного проживания, там, где проживали армянские этнические общины. И поэтому террористические методы являются наиболее эффективными в условиях вакуума власти, и они наиболее часто используются тогда, когда централизованное государство утрачивает свою силу. И мы можем говорить о том, что армянский терроризм активно расцвел в годы первой русской революции 1905-1907 годов. Армянский терроризм активно пожинал свои плоды или пожинал свои жертвы во время российской оккупации турецкого Закавказья в годы Первой мировой войны. И аналогичным образом распад, децентрализация и распад Советского Союза также стал прекрасной основой или прекрасной внешней средой для расцвета армянского терроризма в годы Нагорно-Карабахской войны. Я не буду пересказывать все содержание книги, но поскольку я сейчас выступаю перед азербайджанской аудиторией, то я как раз хотел бы акцентировать внимание на одной из глав своего исследования. Оно называется «Первое террористическое», в которой я излагаю свою точку зрения на историко-криминологическую характеристику содержания Нагорно-Карабахского конфликта 1988-1994 годов. Я полагаю, что Карабахская война была первой террористической войной, успешно реализовавшейся в истории человечества. Это война, которая велась террористическими методами против конкретного государства. Возникает вопрос, откуда взялись силы для подобной войны. В второй половине 70-х и на всём протяжении 80-х годов прошлого столетия в мире, не только в Западной Европе, не только на Ближнем Востоке, не только в Северной Америке, но даже и в Австралии, действовали отделения двух крупнейших армянских террористических организаций. О их существовании все мы знаем, слышали. Это армянская секретная армия освобождения Армении, или АСАЛа. Были еще команды с борьбой за справедливость против геноцида армян. Первая структура была производной партии Гончак, вторая структура была производной партии Дашнак Цутюн. Эти организации создали достаточное количество террористов, которые смогли потом, возможно, не без попустительства официальных властей и органов государственной безопасности на тот момент Армянской Советской Социалистической Республики проникнуть на территорию Советского на тот момент Закавказья, начать террористическую войну против властей и населения Нагорного Карабаха, подчинить их себе, затем перенести свою агрессию на территорию Армении и подчинить себе Армению, и тем самым срастив националистические силы террористических группировок, имевших ближневосточное происхождение, но окопавшихся в Нагорном Карабахе, совместив эти силы с националистическими кругами Армении, начать агрессию против Азербайджана, и тем самым переложив с международных армянских террористов или транснациональных армянских террористов ответственность за захват Нагорного Карабаха на население Армении. Естественно, одним из результатов этой войны стал распад Советского Союза, и я полагаю, что именно транснациональный армянский терроризм был инструментом в руках США и их союзников по НАТО, превративших Закавказье в горячий фронт холодной войны. И, собственно говоря, это был инструмент, направленный против Советского Союза, в первую очередь. Потом уже все остальные геополитические последствия, которые мы имеем на сегодняшний день, это есть закономерный результат поражения Советского Союза в той террористической войне, которую его геополитические противники, используя транснациональный армянский терроризм, как инструмент развязали на тот момент в Советском Закавказье. Собственно говоря, моя книга содержит в себе целый ряд предостережений против политических кругов, или в адрес политических кругов, которые пытаются устраивать союзнические отношения с армянами. Именно с армянским государством в той его политической форме, в которой она существует в настоящий момент. Ни для кого, я неоднократно говорил в книге, и сейчас выскажусь открыто, что весь политический эстеблишмент современной республики Армения по сути представляет собой полевых командиров, незаконных вооруженных формирований, сепаратистов, причем эти подразделения, эти незаконные вооруженные формирования создавались не из граждан Советского Союза, в основной своей массе, на что я хотел бы обратить особое внимание, армянской национальности, естественно. Они создавались из боевиков, приехавших на территорию бывшего Советского Союза, из третьих стран, в первую очередь из Сирии, из Ливана, частично были наемники из Иордании, естественно, было большое количество армянских наемников из страны Юго-Восточной Европы, из Франции, из США. Фамилии... Самое интересное, что армянские источники фамилии, фамилии этих людей не скрывают, и мы можем говорить о том, что основной ударной силой транснационального армянского терроризма в Советском Закавказье были от 5 до 6 тысяч этнических армян, не являвшихся гражданами СССР. И, соответственно, мы не можем в силу этого обстоятельства рассматривать Нагорно-Карабахский конфликт как межэтнический конфликт внутри Советского Союза. Это был межэтнический конфликт, привнесенный извне и спровоцированный из-за пределов СССР. И именно поэтому я полагаю, что для того, чтобы транснациональный армянский терроризм далее не существовал, необходимо лишить его основных достижений и основного смысла его существования. То есть необходимо ликвидировать так называемое квази-государство Арцах и все оккупированные территории передать под юрисдикцию Азербайджанской республики. И в этом случае будет достигнута не только историческая, но и юридическая справедливость, потому что тем самым последствия криминальных деяний армянского транснационального терроризма с точки зрения норм международного права будут преодолены и сам он как явление, как деятельность получит законное юридическое возмездие. Ну и в завершение я хотел бы еще раз выразить слова благодарности Центру стратегических исследований за ту серьезную информационную помощь по подбору материалов, которые мне было оказано в первую очередь документальных материалов, которые помещены в приложении к моей книге, для того, чтобы читатели могли на основании реальных юридических документов, реальных оперативных материалов спецслужб и судебных приговоров понять, что слова мои не являются пустыми, а базируются на конкретных не только фактах, но и фактах, подтвержденных документально на государственном уровне. Спасибо.